Торнадо разыгрывает крутые призы. Главный приз топовый игровой ПК. Купи Торнадо и зарегистрируй чек. Получи NFT карточку и участвуй в еженедельных розыгрышах крутых призов. Коллекционируй карточки и повышай шанс выиграть призы. Информация об акции и организаторах акции на сайте nft.tornadoenergy.ru Здарова народ. Короче признаюсь честно, я кое-как собрал хотя бы 10 фаталити для этого ролика. Потому что в целом они почти все нормальные. Просто нормальные. Поэтому для тех, кто не совсем понимает, что это всего лишь формат роликов, уточняю. Я не то чтобы хочу душнить и говорить Смотрите какие авторы плохие, сделали глупое фаталити. Они ведь в большинстве своем глупые. И кто вообще воспринимает всерьез такие топы? Я просто делюсь с вами списками тех, что мне понравились больше и в данном случае тех, которые понравились меньше. Поэтому отрубаем мозг и расслабляемся, ведь нас ждут как просто вторичные добивания, так и странные, которые даже в рамках этой игры выглядят ну как-то тупо. Окей, в этой части авторы почему-то угорели по скелетикам. Вот реально, что не фаталити, то у жертвы куда-то вылетает скелет и лежит. Ну либо он просто обнажается. Не знаю, можно ли это считать данью уважения Mortal Kombat 3, где ситуация была похожая, но допустим. Начнем с Фрост. Она повторяет свое фаталити из пятой части, Смертельного Альянса. Причем почти один в один, противник даже замерзает в той же позе. Дальше Фрост бьет по замороженной жертве и та отлетает, обнажив скелет. Может быть в 2002 это выглядело круто, но сейчас, на мой взгляд, как-то скучно. Как будто у авторов закончился креатив и они такие, а давайте просто повторим фаталити, а все пусть думают, что это отсылка. Ну и важно понимать разницу между классикой, которая всегда плюс-минус хорошо заходит, типа вырывания хребта от Сабзира или Смертельного Поцелуя Китаны, и просто референсом к старому добиванию, которое скорее всего никто и не помнит. Дальше Джакс со своей огромной ногой. Я понимаю, что это снова отсылка, в данном случае к третьей части. Но честно мне даже в детстве это добивание оказалось какой-то тупостью, потому что оно ничем не оправдано, я имею ввиду игровые способности персонажа. Ну да ладно, это не единственный случай. Мы же не будем искать в фаталити логику и глубинный смысл. Не будем ведь, да? И в целом вроде все ничего, приятная отсылка, я бы даже заценил, как в случае с Сайрексом, который взрывает планету. И да, которого я перепутал со Смоуком из третьей части, сорян. Но фишка в том, что это добивание Джакса мы видели прям вот-вот, только что в одиннадцатой части, там было такое же бруталити. Вот в тот раз у Кей была прикольная отсылка, все обмазались ностальгией. А в данном случае, в МК-1, по-моему это уже лютый самоповтор. При том, что у Джакса из второй части есть офигенная фаталити, когда он отрывает руки противнику. Почему не взяли его? А, его забрал Дариус. Понятно. Не уходя далеко от темы самоповтора, у нас есть еще пара примеров. Для начала Шао. Во время одного добивания он вонзает топор в землю и протягивает через него противника, разделяя надвое. Офигенно получилось, только вот это почти один в один фаталити Кунглау из девятой части. Причем ее любимая фаталити в серии. Вот именно поэтому восьмое место. Добивание эффектное, без базара, но мы его видели уже не раз у других бойцов. Но при этом классикой уж точно не назовешь. Похожая ситуация с мистером Кейджем, который подрубает МК Грамм, собирает лайки и херачит противника лицом об звезду славы, что? Я понимаю, Джонни Кейдж это такой персонаж, который все через юмор и какой-то пафос. Но блин, это хрень какая-то, уж простите за такие мощные аргументы. Чего это лицо так идеально ровно отвалилось, а? Да и не в этом суть. Фишка в том, что фаталити про соцсети уже было в МКХ. Его выполняла Кейси Кейдж. И там оно даже было поинтереснее. Можно было почитать комменты, найти отсылки и так далее. А тут даже интерфейс нормально не придумали. Со следующей фаталки я просто поржал. Она не то чтобы плохая, скорее какая-то смешная. Когда барака жарит противника на костре, избегаются несколько таркотанцев на ужин. За что там внутренности зацепили сверху? Как жертва в воздухе зависла? Пофиг вообще. Но это реально забавно, чем-то даже напоминает френдшип. Вообще здесь таркотаны довольно веселые существа. До сих пор смеюсь от сцены в сюжете, где двое таркотан тащили кунлао, но один отвлекся на покушать и все заруинил. Окей, дальше Рейн. Вот одна его фаталка очень понравилась, но другая чё-то трэш какой-то. Он в общем водой опутывает противника и начинает его ломать. Блин, я понимаю, что это просто трэш и фан. Но никого там во время создания добивания не смутило то, что Рейн как бы водой сейчас управляет? Что у нее за плотность такая? Думаю, можно было интереснее обыграть способности бойца. Не знаю, хотя бы вскипятить воду как-нибудь и засунуть в нее противника. И то, по-моему, интереснее было бы. Следующее, малость нелепая фаталити Саб-Зиро, когда он создает ледяную стену и бьет об нее противника лицом. Поправьте, если я ошибаюсь, но вроде бы фаталити должны пугать там, вызывать отвращение, да? Так почему же от них постоянно смешно? Вот это что? Не-не, я понимаю, это лицо бедолаги. Сцена-то явно подразумевалась как жестокая. Но вот эта физиономия, точнее то, что от нее осталось, как будто из мультика Happy 3 Friends. Что же, тройку лидеров открывает Шан Цун, напару со своим драконом из баночки. В этом фаталити странно все. Откуда-то притащили стол, дракон появился из какой-то жижи, еще и выглядит все как сцена из чужого. Там явно где-то за кадром в ужасе сидит Эллен Рипли. Помню, когда впервые увидел это на стриме, мне писали «Пройдешь сюжет, поймешь, что к чему». Нифига я не понял, это эксперименты. Что было в голове у тех, кто это придумал, пожалуй, знают только психологи. Но спасибо за то, что сделали что-то оригинальное. Тут на меня точно согрятся фанаты Джонни Кейджа, если еще не согрелись. Ну да ладно, чё, я с хейтом ни разу не сталкивался. В общем, машина, автомобиль. Креативно придумали, ничего не скажешь. Прикольно сопровождает сам Кейдж звуками «врум-врум-вум» и так-то в стиле самого персонажа. Но вы понимаете, если меня смутил стол у Шан Цуна, то машина, появляющаяся где-нибудь, например, в лагере Таркатан или в лаборатории Шан Цуна, это прям мое почтение. Походу Джонни без своей машины даже в другие миры не отправляется, прям на ней проехал через портал. Ну и напоследок генерал Шао. Запустили противника в воздух, прыгаем, зависаем и начинаем крутилки-вертелки. Серьезно? Ну это ж как будто из мультика какого-то. Молот забрали, рога надели, да генерала разжаловали, еще и фаталку какую-то нелепую дали. Ну хватит издеваться над Шао, сколько можно-то, крутой же мужик был. В общем, как-то так, народ. Я надеюсь, никто не воспринимал сказанное всерьез и не проводил аналитику. Видос чисто фановый, чаек под него попить, поэтому и отношение к нему должно быть такое же. Но, как обычно, буду рад почитать ваши топы фаталити, которые вам не нравятся. Давайте по классике, хотя бы по 5 штук. А пока напоминаю про свой телеграм-канал, в котором вы можете покупать игры и подписки для ПК и консолей. У нас даже есть отдельная группа ВК для этого, залетайте и туда. Куча отзывов убедят вас в том, что мы все делаем быстро и по адекватным ценам. Ссылки будут под видео, а я не прощаюсь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!